Добрый день всем. Сегодня 9 сентября, среда, и это снова промышленная среда, проект, который делает команда Иннопром при поддержке правительства Свердловской области. Вы можете смотреть нашу сегодняшнюю сессию на всех ресурсах Иннопром, а также на ресурсах ТАСС, нашего генерального информационного партнера. Цифровые решения для транспортной инфраструктуры, тема, о которой мы будем говорить сегодня, это задачи, которые решают руководители бизнеса, государства во всех странах мира. Тема мега актуальная, и наша страна в этой сфере является одним из лидеров, так, по крайней мере, кажется мне, поскольку я встречаю руководителей, разработчиков решений для этой сферы практически на каждой большой конференции, даже у нас на Иннопром. Так ли это? У нас будет возможность протестировать эту гипотезу вместе с сегодняшними экспертами, хотя знаю, что многие решения российских разработчиков, они имеют значительный экспортный потенциал. Мы неоднократно касались этой темы, когда обсуждали технологии для больших городов. И сегодня у нас представители российских компаний, международных компаний, у каждого своя сфера компетенций, а я с большим удовольствием представляю их вам. Сегодня с нами Борис Паньков, генеральный директор компании Омником. Сергей Казачков, партнер КПНГ, руководитель практики по работе с транспортными предприятиями. Денис Рудаков, IT-директор компании DPD. Сергей Назаренко, главный конструктор инновационных автомобилей научно-технического центра КАМАЗ. Иван Подколзин, старший консультант по индустриальным решениям, руководитель бренда Simulia в России и СНГ компании DASO Systems. Андрей Шуравин, директор центра отраслевой экспертизы Техносерв. И Андрей Ионин, главный аналитик ассоциации цифровой транспорт и логистика. Это наши эксперты, наши спикеры. Сегодня хотел обратиться прежде всего к вам, уважаемые эксперты. Прошу вас следить за временем. Можно я пожелаю, чтобы ваши преступления не превышали 5-6, может быть 7 максимум минут. Также прошу вас не тратить много времени на пиар своих компаний, своих продуктов. Наша аудитория это не очень любит. Уважаемый спикер, у вас всегда есть возможность поспорить с кем-то из ваших коллег или добавить свой комментарий. Для этого всего лишь поднимите руку. Я увижу и дам вам слово. Сергей Назаренко, КАМАЗ представляет сегодня в промышленной среде. «Автономный транспорт» или «беспилотный» мне больше нравится. Первая формулировка – это, конечно, очень хайповая тема. Об этом любят говорить, писать журналисты. Помню, первую жертву беспилотного автомобиля обсуждали всем миром. Это такая новая реальность, уже называются конкретные сроки, когда этот вид транспорта войдет в нашу жизнь. Но к вам вопрос, как к человеку, для которого беспилотные автомобили – это рутина, работа. Хотел вас попросить охарактеризовать, на какой стадии сейчас находятся разработки беспилотных автомобилей. У вас в КАМАЗе, в России в целом. И, конечно, если вы отслеживаете, где находится наша страна по сравнению с другими странами, ведь гонка идет нешуточная, и сразу хотелось бы тоже, согласитесь со мной вы или нет, есть ли у нашей страны какие-то особые перспективы в этой области. Если по ряду промышленных отраслей мы пока что догоняем, то правильно я понимаю, что для всех стран мира беспилотные автомобили – это новая сфера, и у России есть возможность одним из первых изобрести свой велосипед. Так ли это? Сергей Назаренко, КАМАЗ, вам слово. Добрый день всем. Начнем с того, чем занимается КАМАЗ сейчас. У нас несколько проектов по тематике автономного транспорта. Это автономная колонна, автомобиль «Челнок», проект «Шаттл», «Аватар» и так далее. Это грузовые автомобили, это автобусы, грузовые автомобили разные. Это есть полноприводные автомобили, есть карьерные самосвалы, есть обычные бортовые автомобили и так далее. Сейчас в основном у нас работа идет над проведением, проводятся испытания автомобилей на закрытых территориях. Безусловно, пока это не дороги общего пользования, это различные полигоны, это наша внутренняя территория между заводами КАМАЗ. Это совместно с нашими партнерами, которыми интересна эта тематика. Мы проводим на их территориях заезды. В частности, например, последний заезд был в феврале-марте на территории так называемых зимних дорог, зимников. Вместе с компанией «Газпромнефть» наша колонна прошла сотни километров в автономном режиме. По своей заводской территории у КАМАЗа большая внутренняя заводская территория. Если посчитать все дороги между заводами и КАМАЗ, которые находятся там тоже, по сотню километров, наверное, получится внутренних дорог. Вот, соответственно, сейчас идет испытание проект «Одиссей». Это перевозка кабин с завода Пресворавного Спарзе на автомобильный завод. Каркасы кабин, изготовленных автомобильным роботом бортовым, мы перевозим на автомобильный завод. В скором времени будет на этот счет в YouTube-канале КАМАЗа подробный обзор. Сейчас, как бы, пока тестовые заезды, испытательные проводим. Настраиваем, шлифуем алгоритмы, органы обеспечения дорабатываем. Ну, с теми проблемами, с которыми сталкиваемся, все это, как бы, делаем, доводим. Есть вопросы, там, по навигации иногда, по системе связи и так далее. Все это решается. Плюс планируем в ближайшее время заезд, подобное, что делал Яндекс, там, год назад, тоже на дальние расстояния между, там, Казань-Челны, Нижнекамск-Челны, потом, возможно, Москва-Челны, наши автономные колонны, автономных роботов. Ну, водители будут находиться за рулем, но в роли операторов-контролеров, вроде страхующих. Пока совсем без водителей мы на дороге еще пуза машин выпустить не можем. В порядке испытания это сделать можно. Безусловно, пока мы видим перспективу только это закрытой или полузгрыной территории грузовики. То есть это карьерные перевозки грузов, насыпных уголь, породы, которые нужно с крыши, так называемые, то есть породы, которые нужно снять, прежде чем добраться до какого-то полезного ископаемого. Плюс сами полезные ископаемые уже перевозятся роботы абсолютно в карьерные перевозки. Мне кажется, это первое, что выстрелит однозначно в честь роботов. Потому что это уже сфолирована и закрытая территория. И мы готовим в этом направлении тоже свое решение. Сейчас вот несколько автомобилей разного класса, КАМАЗы, готовятся к подъему от 30 до 120 тонн у нас машины разработки находятся именно в роботизированном исполнении. Поэтому мы, вот этот сегмент, у нас на него большие планы, карьерные перевозки. В части дорог общего пользования, ну, есть много разных мнений в мире. Ну, такой некий консенсус прогноз, что нам, на наш взгляд, это некий 27-30 год, что это уже станет, скажем так, из экзотики уже автомобили и роботы появятся на дорогах общего пользования. Вот в этом диапазоне. Естественно, мы тоже готовимся к этому, проводим различные испытания. Тягачи у нас, роботы уже появились. Маленькие машины, относительно маленькие. Для КАМАЗа маленькие, 18-тонные, такие некие городские. Насчет уникального положения России и сможем быть лидером. Я пока не вижу какой-то особой уникальности. Я думаю, что мы здесь ведем фарватеры всех технических решений, которые есть и применяют наши, скажем так, зарубежные коллеги. В Европе, в США, в Китае, в Японии и так далее, в Корее. Уникальностью у нас может быть только именно применение техники в каких-либо особых условиях. У нас арктические условия есть. Работа на зимниках, в частности, может быть, уникальным продолжением. Колонны автономные, которые возят грузы для снабжения. Применяют такие решения наши нефтедобывающие компании или любые компании, которые работают в арктическом регионе. На зимниках работает очень много транспорта. Самого разного. И обычного транспорта. Это самосвалы, бортовые автомобили, сцерны, спецтехники. Море машины ездят на зимниках. Проблема водителей, недостатка водителя присутствует. Здесь даже не экономический фактор будет, наверное, определять целесообразность подобного рода перевозок. А именно просто физическое отсутствие водителя. И необходимость им платить, чтобы их найти, достаточно серьезные деньги. Ну, у нас в России, насколько мы понимаем, четыре основных компании, которые, ну, в случае, то, что мы знаем, да, игрока, которые этой тематикой занимаются серьезно. Это вот Яндекс, это вот Когнитив вместе со Сибербанком, КамАЗ и в Петербурге. Вот видите, у вас головы компания. В общем, еще питерская компания одна. Остальные тоже там есть разные проекты, компания этих, но мы пока не видим, чтобы, например, серьезно большие деньги туда вкладывали. Ну, по Яндексу там понятно, я не буду их рекламировать, но могу сказать, что да, ребята занимаются, может быть, максимально серьезно из всех российских компаний. Мы, наверное, на втором месте там по уровню инвестирования в эту тематику из российских компаний находимся. Ну, и вот Сбербанк с Когнитивом сейчас, я думаю, тоже будет активно догонять в частые объемы инвестиций в эту тему. И, возможно, Яндекс даже в перспективе догонит. Потому что возможно, что Сбербанк, они очень серьезные. Вот три компании, которые могли бы очень серьезно на российском рынке, да и на международном перспективе, три игрока по тематике автономного транспорта выстрелить. Активности серьезных других компаний, АвтоВАЗ, группа ГАЗ, УАЗ из автопроизводителя мы пока не наблюдаем. Отдельные разовые проекты, но системной работы у них, системных команд, каких-то больших команд разработчиков внутренних у них нет пока. Возможно, появятся, не знаю, их план нам неизвестно. Сергей, а ваши прямые зарубежные конкуренты в Швеции, в Германии, китайские компании, те, кто занимаются в том числе карьерными разработками и грузовыми автомобилями, вы как-то краем глаза за ними наблюдаете? Мы, безусловно, все новости отслеживаем. То, что в интернете посещаем выставки, конференции, форумы различные. Но, правда, последние полгода с этим сложно, поэтому только в основном интернет как источник информации. Плюс журналы профильные, безусловно, которые по тематике автомобильного транспорта выходим, все это читаем, смотрим. То есть, как бы, то, что в открытой печати появляется, безусловно, этой информацией владеем. И? Но, как бы, поэтому видно, да, что есть ряд компаний-лидеров, они всем известны. Там тоже Tesla, Google и так далее. Здесь я никакой Америки не открою. Плюс есть ряд других компаний, которые, может быть, менее известны, но тоже достаточно серьезно продвинулись. Мы за ними тоже наблюдаем, за их новинками. Ну, это стартапы, скажем так, да. Но если в части, вот по нашему сегменту грузового транспорта, серьезная данная тематика занимается Volvo и Scania. Мы смотрим тоже за ними, наблюдаем. Всю активность в этой сфере анализируем. Потому что мы тоже, как бы, у нас, вот, говорим, около 5-6 проектов в этой теме, честно, параллельно двигаются. Разные машины, разные предназначения, разные маршруты. То есть это производская территория, карьерные перевозки, там, работа на зимниках и так далее. Это автомобили шаттл, автобусы шаттл, да, автономные. Это вот некая полузакрытая территория типа ВДНХ. Вот в перспективе такие вот большие парковые зоны, большие выставочные зоны. Ясно. Вот, как бы, вот 4 направления основных, под которыми... Но это пока все равно тематика закрытых и полузакрытых территорий. Спасибо, Сергей. Мы в ближайшее время, вы назвали две компании, у нас через буквально 2-3 недели будут руководители этих компаний выступать. Мы обязательно затронем тему автономного транспорта. А пока наши постоянные зрители знают, что мы очень любим замерять температуру нашей аудитории. И я попрошу моих коллег вывести на экран наш опрос. Мы проводим опросы моментально, и это отнимает буквально пару минут. Те, у кого включена функция блокирования всплывающих окон, сейчас ничего не увидят. Те, у кого она отсутствует, увидят наши вопросы. Мы просим наших зрителей проголосовать, выбрать один из вариантов. Вопрос такой сегодня, как вы относитесь к беспилотному транспорту. Вариант А с восторгом, вариант Б с опасением, вариант В мне все равно. Вот буквально через минуту-две мы поймем, кто нас сегодня смотрит. Скептики или энтузиасты автономного транспорта. Я прошу вас проголосовать. Я думаю, что времени было достаточно. Прошу коллег закончить голосование. И буквально через минутку мы увидим это голосование на экране. Я хотел бы перейти к следующему нашему спикеру, Сергею Казачков. Я знаю, что совсем недавно КПМГ провели глобальное исследование, не только по России, о готовности различных стран к использованию автономного транспорта. Сергей, хочется понять, мы здесь лидеры или отстающие. Нам подоспели результаты голосования. И удивительно, как почти поровну разделилась наша аудитория. С опасением к беспилотному транспорту у нас относятся 50% зрителей, а с восторгом 43%. Скептиков чуть-чуть больше. Вот такие зрители нас сегодня смотрят. А Сергей Казачков, как уже говорилось, прошу вас рассказать о результатах исследования и местах России. Сергей Казачков, КПМГ. Вам слово. Да, всем добрый день, коллеги. Спасибо за площадку. Ну и в целом за интересную, так сказать, адженду, которая сейчас будоражит умы. В целом последние, наверное, несколько месяцев два исследования КПМГ вышло. Одно касается в целом, скажем так, трендов в области автомобилестроения. И второе, это вот, действительно, коллеги в Канаде сделали исследование, посвященное готовности стран к внедрению автономного транспорта. Я начну со второго. Оно действительно более такое интересное. Коллеги проанализировали 30 стран, среди которых в том числе Россия. Действительно, мы как страна на удивление в тонусе. И есть что анализировать. По многим странам, наверное, в принципе, такого повестки нет. Благодаря тем же коллегам из КАМАЗа, Яндекса, когнитивных технологий. Нам есть о чем поговорить. Мы даже все видели там на улицах Москвы эти автомобили. Вот. Поэтому хорошо, что нам есть о чем говорить. Мне очень хорошо, конечно, то, что мы, честно, пока в конце списка. То есть коллеги проанализировали 30 стран. А Россия занимает 26 место. Довольно сильно, честно, по баллам отстает от лидеров. Почему так? Ну, наверное, не почему так. Мы с вами все прекрасно понимаем, как в этой среде живем. Что нужно сделать, чтобы догнать хотя бы первую десятку? Коллеги основной фокус делают на регулировании и вообще адженду правительства. То есть они говорят о том, что в целом эта технология будет внедряться скорее под влиянием руководства страны или регион. Да, компании будут драйвить технологическую адженду, но все-таки там основную искривку будет играть правительство, ну или государство с их бюджетами. И, в общем-то, те, кто на уровне государства больше этого времени посвящают и больше денег инвестируют, создают отдельные там ведомства целые. А в некоторых городах муниципальной власти мотивируют компании тестировать беспилотный транспорт. Вот они, собственно, в лидерах. Поэтому то, что мы ожидаем, ну и то, что коллеги подтверждают, мы с коллегами в Яндексе общались, они тоже подтверждают, что в России у правительства это как бы не то, что головная боль, но они на эту тему задумываются. Но опять-таки видно, что другие страны чуть быстрее более не двигаются, поэтому там наш призыв, наверное, быть, наш призыв чуть-чуть более агрессивным в этом плане, да, и где-то идти вперед чуть-чуть быстрее. Конечно, это все связано с бюджетом, то есть недостаточно просто поменять законодательную базу, но, собственно, тематика сегодняшняя – это инфраструктура и технологии. И, конечно, здесь тоже основная скрипка государства. Ни Яндекс, ни КамАЗ не будут инвестировать в инфраструктуру, ни в дороги, ни в телеком. Это, естественно, ирегатива государства. Поэтому мы видим, что в программе по электрификации там триллион уже просят на субсидии только правительство, чтобы водить электротранспорт. Понятно, что следующий этап будет автоматизация этого электротранспорта. Там, я думаю, инвестиции тоже будут исчисляться триллионами. То есть на горизонте 30-го года нам, как стране, надо будет искать источники в несколько триллионов рублей, чтобы оставаться в числе лидеров. Вот, соответственно, первая – политика и законодательство. Второе – технологии и инновации. Третье – инфраструктура, которая включает и дороги, и телеком. И четвертый критерий – это принятие потребителем. Здесь Россия, на удивление, в общем-то, довольно хорошие баллы набрала. То есть мы с вами, как потребители, готовы гораздо быстрее меняться, чем потребители в других странах и начать пользоваться какими-то новыми технологиями. По остальным критериям, соответственно, мы там а-ля последние пятерки, к сожалению. Первые пять стран – Сингапур, которые уже, да, в моменте, вот они там, часть водителей автобусов отправили на переквалификацию, они должны стать диспетчерами по организации безопасности движения автономных автобусов. То есть это вот, где сейчас страна находится. Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия – это вот пятерка, собственно, лидеров этого исследования. Исследование проводилось под вот четыре глобальных параметра, и каждый параметр там еще расщепляется на шести до девяти критериев, соответственно, там вся оценка делась по двадцати восьми критериям. По некоторым из них, ну, честно, хочется поспорить, мы, наверное, как Россия чуть-чуть дальше, чем то, как нас видят оттуда и за рубежа. Но, в общем-то, все равно рейтинг довольно устойчивый, даже если в двух-трех параметрах с восьми мы там чуть-чуть себя поправим, все равно мы будем в последней тверке. Там есть разные школы мысли, мы действительно с коллегами из отрасли на этом общались. И те, кто, в общем-то, на острие, там коллеги из Яндекса, они, наверное, сильно не согласны, да, и говорят, что и критерии, наверное, немножко не те. В принципе, пятое поколение автомобилей, они не требуют исключения к интернету постоянного. Но если все-таки мы там визионируем 2030 или 40-й год, то, наверное, можно там с уверенностью говорить, что все-таки большая часть автомобилей, они будут в какой-то единой сети, потому что только так мы добьемся эффективности. Но, повторюсь, тут разные школы мысли над тем есть. Вот, поэтому, там, третий год Россия в этом рейтинге участвует, как бы все еще есть, что про нас написать, что рассказать. Мы всячески пытаемся доносить до наших коллег, которые рейтинг делают, какие-то новости, которые в России происходят. Действительно, сейчас Сбербанк включился в эту гонку с их масштабом. Они, я думаю, действительно быстро так понят Яндекс, да, поэтому у нас будет еще больше новостей позитивных. А что говорят ваши коллеги о традиционном транспорте, поскольку и вы говорите про 2027-2030 год, и Сергей Назаренко тоже называл именно эти годы как отметку для активного внедрения. А что будет вот с транспортом, который пилотируемый и неавтономный? Ну, тут, знаете, на две части отвечу, то есть он будет, да, я думаю, что мы полностью жить в мире, где все ездят, и не нужно держаться за руль, там, 2000, наверное, может быть, 60-й год, да, если визионировать. Понятно, что мы с вами, наверное, и в 30-м году, к сожалению, будем держаться за руль. Хотя хочется, конечно, этого не делать. Еще одно исследование, которое коллеги сделали, они опросили 900, почти 1000 участников рынка, не пользователей, как мы с вами, а руководителей по всему миру, производителей автомобилей, сервисных компаний, дилеров, банков и так далее. И на удивление, честно, я тоже представлял, что все-таки в 30-м, 40-м году все машины электрические вокруг. Рынок говорит, что в 30-м году все еще треть автомобилей, производимых, будут бензиновыми. То есть в 2030 году, условно, 25 автомобилей, 25 миллионов автомобилей будет производиться бензиновыми, и на них будет свой потребитель. В 2040 году это не сильно изменится, то есть, считайте, через 20 лет все еще рынок считает, что 20% автомобилей, произведенных, будет двигателем внутреннего сгорания. Еще 25% очень активно развиваются, так называемые, топливные элементы, то есть на водороде, да, ну, чего мы в России как бы не обсуждаем, в разных причинах, но вот во всем мире считается, что 25% произведенных машин в 2040 году будет, условно, водородным. И остальные 50% делятся там пополам между чисто электрическими и гибридами. Это вот, собственно, профиль потребления в 2040 году, который сейчас видят участники рынка. Довольно удивительно, да, я тоже, честно, считал, что в 40-м году все будет по-другому, но вот все-таки те, кто на острие, они так это и делают. И второй вывод, который сделали коллеги по результатам опроса, это, собственно, то, что подоражит умы участников рынка. На первом месте стоит, конечно же, connectivity и digitalization, то есть все думают про цифровизацию транспорта. Если 5 лет назад на первом месте были рынки, все рассуждали на тему растущих emerging markets, как туда продавать автомобили, сейчас это на 10-м месте с точки зрения влажности, да, на первом месте как сделать соединяемый с другим, со средой, да, и цифровым. Вот, соответственно... Спасибо, Сергей. Сергей Казачков поднял очень важную тему по поводу connectivity. У нас сегодня участвуют разработчики решений. Мы надеемся, что вы также прокомментируете эту тему. Я хотел обратиться к Андрею Ионину, Ассоциация цифровой транспорт и логистика. Вот с какой просьбой хотел вас, Андрей, попросить порассуждать на тему, а что, на ваш взгляд, сдерживает развитие беспилотного транспорта. Вот мы с Сергеем Казачковым сейчас удивились достаточно консервативному прогнозу по поводу беспилотных автомобилей. Поэтому что мешает развитию, на ваш взгляд, несовершенству технологий или что-то еще? Андрей Ионин, вам слово. Да, да, коллеги, здравствуйте. Ну, у меня взгляд, я бы не сказал, что он консервативный, я бы сказал, он прагматично реалистичный. Вот, и на самом деле, с этой точки зрения, я дату-то вижу еще гораздо позже. Я объясню, почему я не буду давать рефлексию на выступления предыдущих коллег, хотя у меня, конечно, очень много вопросов. Например, зачем нам быть передовыми в рейтинге внедрения беспилотных автомобилей? Это для меня, конечно, большая загадка. Вот, для чего это нужно? Я понимаю, там уровень благосостояния, экология в городах, но вот зачем быть лидером в беспилотниках? Честно, я не понимаю. Ну, ладно, вот, я бы хотел сказать следующее. Когда мы говорим о цифровой инфраструктуре, то она есть следствие того, какие задачи она должна решать. Вот, если мы сегодня говорим о транспорте и говорим, что нам надо построить дорогу, то мы в первую очередь должны понять, для какого транспорта мы эту дорогу устроим. Это будут КамАЗы со щебенкой, это будут легковые автомобили, которые повезут дачников из мегаполисов в пригороды массового, или это будут болиды Формулы-1. Дороги, как мы понимаем, инфраструктура дорожная принципиально разная, просто вот разная. Поэтому, на самом деле, ключевой вопрос, надо вернуться к сути, а что такое, собственно, цифровая экономика и цифровая экономика на транспорте? У нас об этом очень много говорят, слов придумывали визионеров очень много, цифровой экономики, во многих странах мира программы приняты национальные, корпоративные, по переходу к цифровой экономике выделяются огромные бюджеты, а вот, на мой взгляд, понимание сути происходящего, трансформации бизнеса, социума, оно как бы не наступает. То есть от количества слов это не переходит в качество. Вот тот вопрос, который сегодня задавали, а что, собственно, главное является в беспилотном транспорте? Это вот сами технологии, то есть вот сам беспилотный автомобиль, он является здесь ключевым элементом, его обязательно надо разработать, и вот после этого, значит, с беспилотным транспортом и автономным транспортом у нас все будет хорошо. То есть главное это лидары, радары, значит, искусственный интеллект, машинное зрение, которое, вот, собственно, нам и обеспечит прорыв и лидирующие места вот в рейтинге мировом в части беспилотного транспорта. Вот, да, и мы знаем, что вот здесь компания Яндекс, вот она придерживается такой позиции, она ее не скрывает, что, в принципе, беспилотному автомобилю никакая инфраструктура-то и не нужна. Ну, да, может быть, нужна связь от случая к случаю, ну, чтобы что-то там, какую-то небольшую информацию передать, а, в принципе, автономный автомобиль, это и есть полная автономность, он как человек или как бабочка, вот, сам путешествует, сам ориентируется в пространстве и решит все свои проблемы. И если нужна, вот, как бы, связь 5G вдоль дорог, ну, ну, только для того, чтобы скучающему пассажиру беспилотного авто закачать новую серию, там, какой-нибудь сериала Netflix, вот, собственно, это вся задача инфраструктуры. Это вот такая инфраструктура. То есть, если мы становимся на позицию разработчиков беспилотных автомобилей, то вот инфраструктура цифровая вдоль дорог-то и не нужна, ну, вот, нужны какие-то сети, которые передают там какой-то, как это говорят сейчас, контент в автомобиль, вот. Это одна позиция, вот. Ну, мы понимаем, что, ну, что-то здесь не так, наверное, да. Вот. Вторая позиция исходит из того, что главные в цифровой экономике – это данные. Вот. Много визионеров, которые говорят, что данные – это вообще нефть будущего. Ну, они вот, понятно, что здесь используют аналогию, которая очень понятна олигархам до цифровой экономики, да, что такое нефть, и вот все это понимают. Вот. Поэтому вот здесь все будущее в данных, и мы знаем, кто эти данные лучше всех умеет получать, обрабатывать, переваривать, да, и превращать после переваривания потребительские сервисы, да, это вот американские… То, что называют цифровые экосистемы, или, как я бы их правильно и точнее бы назвал, цифровые монополии. В Америке это Гафа, у нас это Яндекс.Сбер, там, в Китае, Ксиоми, ТикТок, там, Алибаба, да. Вот эти компании, вот, они прекрасно, значит, умеют получать самые разнообразные данные, они умеют их трансформировать, собирать, получать и так далее. И вот, собственно, вот на них надо ориентироваться, инфраструктура должна быть такой, то есть главное в беспилотном транспорте – это вот постоянные потоки данных, которые должны поступать в автомобиль, уходить с автомобиля. Это не только контент, это телеметрия, значит, обмен информацией между автомобилями, автомобилями инфраструктуры, вот это все огромные потоки данных, вот они все качаются, то есть это, по сути, такая информация, то есть это не беспилотный транспорт, это информационная сеть, и тогда действительно получается, что главная цифровая инфраструктура, для чего беспилотный транспорт, после создания которой беспилотный транспорт успешно поедет, это сети 5G вдоль дорог, в перспективе, значит, космический интернет, от упоминаемого здесь маска типа Старлинка, да, который обеспечит интернет там, где, так сказать, наземного интернета нет, а в перспективе 6G, и все это, вот, собственно, все это точно так же, как упоминаемый опять сегодня здесь был, упоминался уже умный дом, интернет вещей, ну и вот часть его беспилотные автомобили, и вот, собственно, задача решена, то есть ключевыми игроками здесь являются сотовые операторы, ну, операторы связи, потому что здесь появятся операторы космической связи, вот, операторы космической связи, ну, и в первую очередь, конечно, это цифровые монополии, вот, не случайно здесь вот написано, уже сегодня говорилось неоднократно, что ключевые игроки на рынке беспилотного транспорта в нашей стране, это, вот, собственно, и есть наши любимые цифровые монополии, Яндекс и Сбер, и вот они головные, все решат. Ну, то есть тогда вот в этой ситуации получается, что цифровая инфраструктура, о которой мы говорим, да, нужная транспорту, это и есть сеть связи наземной, космической, беспроводной. Вот, собственно, создав их, да, чем и занимается Минцифра, да, вот мы решим все задачи, и после этого беспилотные автомобили поедут, и наша страна станет, займет первое место вот в рейтинге внедрения беспилотных автомобилей. Андрей, спасибо за вашу... Я хотел бы, да, закончить свою мысль, но на мой взгляд, это иллюзия, да, вот, потому что если в доцифровой экономике, как бы, все, за все и всегда отвечал человек, вот, это, например, водитель транспортного средства по закону, и всегда он, именно он и отвечал. То есть сейчас за все отвечает программа, вот, и тогда на самом деле ключевым вопросом является, а кто ответит за результаты деятельности этой программы, вот, поэтому, да, конечно, число аварий, как там говорят, снизится, действительно, 90% аварий сейчас происходит по вине человека, если человека убрать из-за руля, то количество аварий, как бы, скратится в 10 раз. Но что будет, когда все-таки авария произойдет? Это раз. Во-вторых, мы должны понимать, что транспортная система, она вообще не для того, чтобы просто людей возить, да, она решает огромное количество экономических задач. Поэтому за эти экономические задачи надо отвечать, вот, кроме того, сама транспортная система должна быть устойчивой. Ну, мы все сталкиваемся, что наши гаджеты там постоянно перегружаются из-за каких-то сбоев, да. Вот представьте себе КАМАЗ, ну, извините, КАМАЗ не буду, вот, какой-то Вольво остановился на Смоленской площади, потому что у него надо ему срочно, у него какой-то сбой, и он перегружается. Вот, кто за все это будет отвечать? Так вот, я скажу ключевой вывод, да, уже в результате. Я считаю, что ключевым, третьим, помимо технологий и данных, третьим ключевым товаром и третьим ключевым рынком цифровой экономики является рынок ответственности. Ответственности, то есть надо распределять ответственность между всеми участниками. Так вот, цифровая инфраструктура и является вдоль дорог, является ключевым элементом для того, чтобы эту ответственность распределять. То есть требования к инфраструктуре вдоль дорог должны исходить не из-за того, какие потоки данных, сколько, какой трафик они должны качать, а для того, чтобы грамотно, правильно распределить ответственность между всеми участниками этого процесса. разработчиками программного обеспечения, разработчиками автотранспортных средств, владельцами этих транспортных средств и государством. Вот именно такие требования и должны быть к цифровой инфраструктуре. Я не знаю, так сказать, как, но вот я считаю, что вот этот вопрос, он, кстати, не ставится ни в одной стране. Ни в одной стране мира этот вопрос не ставится, а он является ключевым. Для примера, да, последнее, извините, да, последнее скажу. Насколько это важно, в общем, есть такой рынок дронов. Мы знаем, что эти дроны существуют общедоступны уже на протяжении 10 лет. Но во всем мире, подчеркну, во всем мире использование дронов де-факто запрещено. Маленьких вот этих, которые стоят там тысячу долларов. Почему? Потому что государство не знает, как взять на себя ответственность за их использование. И для того, чтобы взять на себя эту ответственность, государство создает огромную инфраструктуру, которая даже в Америке еще до сих пор не создана, хотя создается уже 6 лет. То есть мы имеем задачу очень похожую, такой же беспилотный транспорт, только летающий, но с существенно меньшими рисками. Андрей, спасибо. Я вынужден вас остановить, поблагодарить. И, конечно же, мне очень хочется, чтобы и Сергей Казачков, и Сергей Назаренко прокомментировали ваше выступление. И вот в каком аспекте. Сергей Казачков, мой вопрос вам, поскольку мы отталкиваемся от исследования КПМГ. А надо ли действительно России быть одним из лидеров в беспилотниках? Вопрос, который задал Андрей Ионин. Мнение Сергея Казачкова. Да, спасибо, Андрей. Антон, мы, наверное, хотели бы, чтобы наша страна была лидером во всем. В беспилотниках нам технически и технологически, я думаю, что недостижимо. Но то, что мы явно должны внедрять это все и коммерциализировать. Автобусы беспилотные, коммерческий транспорт грузовой беспилотный. Но если мы этого не будем делать, мы наверняка гораздо сильнее станем с точки зрения эффективности как страна. Поэтому лидером, наверное, в пятерке нам не нужно быть. Но я думаю, что если мы не ускоримся, и правительство также будет чуть-чуть медленно реагировать, то мы из тридцатки это выбить. И страны другие, там тот же Китай, семи мильными шагами топает вперед, мы отстанем. И это не только вопрос, держаться за руль или нет, а вопрос экономики в целом. Поэтому я считаю, что нам нужно быть как минимум в тридцатке сильнейших. Но нам до этого нужно уже начинать тратить деньги государству, не только Яндексу и КамАЗу, а государству. Спасибо, Сергей. И, конечно, Сергей Назаренко, ваш комментарий. Помимо того, что это ваша работа, зачем еще России нужно инвестировать деньги? Нужно ли России быть лидером в разработке и производстве беспилотников? Как в КамАЗе отвечают на этот вопрос? Доклад Андрея Ивановна все по делу, все абсолютно корректно. Насчет лидерства оно всегда приятно. Другое дело вопрос, зачем? Но вот наши транспортные компании, которые говорят нам, что грузовики им интересны беспилотно, и их интересует тема снижения затрат. Они, честно говоря, все давно мечтают убрать водителя из кабины. Потому что это серьезные затраты, потому что это все-таки человек, он болеет, капризничает и так далее. Много человеческих нюансов. Поэтому коммерческий транспорт, да, пассажирский транспорт, вот там, я думаю, еще история надолго. А вот коммерческий транспорт, там абсолютно понятный интерес, снижение затрат. И вот если автономный транспорт будет эти вопросы решать, позволять решать транспортную компанию, то побегут транспортные компании за этим решением, если оно уже будет технологически доведено до того состояния, когда его можно будет как продукт, как товар предлагать, такие автомобили. Поэтому насчет лидерства мы должны быть готовы, ну, российские компании, автопроизводители к тому моменту, когда ну, вот автономный автомобиль станет товаром. Поэтому мы сейчас и занимаемся, как бы, пока это НИРы, пока это испытания, пока это прототипы и так далее. Но такой момент придет рано или поздно. По нашему мнению, вот опять же, 27-30 год, это не это когда начнется внедрение только вот автономного транспорта на дороге. Безусловно, он не станет массовым в этот период. Это, я согласен с Андреем Иоанниным, что это произойдет, когда он там займет приличную долю в продажах и какой-то там процент, 10-100% в парке будет иметь, это будет сильно дальше, сильно дальше. Спасибо, спасибо, Сергей Назаренко. Денис Рудаков, ДПД, Денис, а в вашей компании ждут с нетерпением появление беспилотного транспорта или все-таки риски перевешивают? Да, здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, пожалуйста. Ну, я думаю, все ждут. Когда появится вся эта беспилотная история уже, как говорится, в продакшне на наших дорогах, но так как я представитель службы доставки ДПД, я могу сказать, что у доставки есть собственная, там, утилитарная потребность, да, в автономных устройствах. Я знаю, что наши европейские коллеги из ДПД Групп уже тестируют в разных странах у себя различные девайсы для беспилотной доставки. То есть это, ну, понятно, там, набившие оскомину дроны, но, кстати, вот, насколько я знаю, во французском ДПД есть несколько маршрутов, где-то в Альпах, в какие-то горные деревеньки дроны реально доставляют посылки. То есть это вот работает как, прям вот как маршрут. Но это, скорее, пока такие исключительные истории. Вот. В некоторых странах тестируется история с доставкой при помощи такого небольшого робота на колесах, вот, который движется по улицам города, останавливается на светофорах, ну, и едет в место назначения, оставляет посылку. Вот. Что же касается перевозок, ну, да, это общий тренд. Я послушал внимательно коллег, очень интересно. В принципе, наверное, согласен с большинством выводов. Ну, окей, это, безусловно, вопрос бюджетов, в том числе, да, которые выделяются на всю эту историю. Что касается технологического потенциала российских разработчиков, я в нем абсолютно уверен. Вот. Поэтому, я думаю, здесь скорее, ну, наверное, вопрос финансирования и, может быть, каких-то коммерческих целевых программ. Спасибо, Денис. Спасибо, Денис. И поскольку мы говорили о рисках, мне бы хотелось обратиться к Андрею Шуравину, Техносерв. А есть ли сегодня уже какие-то способы контролировать вот эти возможные новые системы, которые уже совсем скоро появятся у нас? Насколько мы аппаратно, технологически готовы к появлению вот этих вот новых видов транспорта, новых видов транспортной инфраструктуры? Андрей Шуравин, Техносерв. Вам слово. Коллеги, добрый день. Дискуссия очень интересная и во многом мнение инспектор перекликается с моим собственным мнением. Хотелось бы сначала сказать следующее. Смотрите, мы тут с вами упускаем ключевой, наверное, вопрос. Во-первых, зачем? зачем нам беспилотный, он же бесчеловечный транспорт? Вот зачем он вам нужен? Затем, чтобы поднять новый пласт рынка, безусловно, перспективного с точки зрения инвестиций, безусловно, дающего толчок определенным технологиям или для людей. Вот пока все, что говорится о беспилотном транспорте, напоминает мне одну ситуацию, когда мы на одном из наших предприятий, мы в основном занимаемся все-таки не беспилотным транспортом и инфраструктурой, а инфраструктурой промышленных предприятий, машиностроения. Главный инженер одного из предприятий сказал, что к ним пришли одна компания, сказала, знаете, давайте мы все ваше производство сделаем без людей и поставим вам роботов и у вас все будет хорошо. Соответственно, у него возник вопрос, а куда девать людей? Вот куда девать людей? Из вот этого империтива у нас вытекает по сути дела две основные категории, где можно применять беспилотный транспорт. Первое это беспилотный транспорт личный. Конечно, всем бы хотелось, например, я не вожу сам по себе, у меня машины нет, мне было бы очень здорово, если бы у меня был бы автомобиль, в котором я мог бы сесть спокойно и поехать, куда я хочу, совершенно безопасно. Второй момент это применение, как вот коллега из КамАЗа сказал, транспорта на закрытых территориях, когда решаются конкретные утилитарные задачи, например, задачи, связанные с работой в карьерах, с работой в очень жестких погодных условиях, которые для человека в принципе не полезны. Здесь было бы очень приятно убрать человека за периметр транспортного средства, вообще за периметр этой территории и обеспечить ему возможность управления транспортным средством удаленно. И тогда мы решим определенную задачу, как говорится, на благо человека. Решать задачи с целью убрать водителя, потому что убрать водителя, это в нашей стране, с моей точки зрения, совершенно беспрепетивная задача, потому что те люди, которых вы уберете, они должны быть где-то трудоустроены, где-то работать. И если человек всю жизнь занимался вождением автомобиля, ему потом трудоустроиться, применить себя будет очень проблематично. Что же, мы таким образом создаем некий социальный аспект. Тоже непонятно, зачем это нужно государству, зачем оно должно в этом инвестировать. Поэтому я считаю, и я думаю, что многие согласятся, что мы должны в первую очередь решать задачи не создания беспилотного транспорта как такового, это не задача, это средство, это цель, а решать задачи, связанные с изменением какой-то экономической ситуации, либо создание дополнительно перспективных и полезных вещей для рядовых пользователей, которые хотят личный автомобиль беспилотный, либо решать задачи, когда человек банально не должен управлять транспортным средством по причине того, что это сложно, это тяжело, это вредно для его здоровья. Вот решая эти две задачи, наверное, мы и приблизимся к созданию беспилотного транспорта, не ради того, чтобы быть в лидерах, в лидерах какой-то пятерки, тридцатки, а для того, чтобы улучшить, реально улучшить жизнь, банальную человеческую жизнь. Что же касается тех решений, которые у нас есть, и на которых мы концентрируемся, ну, в первую очередь, мы концентрируемся, конечно, на тех решениях, которые направлены на повышение безопасности транспортных средств, не только беспилотных, но это первый шаг, именно мы сейчас не привязываемся и не ждем, когда появятся беспилотные автомобили, беспилотный транспорт, потому что наши решения могут применяться на любом транспорте. С точки зрения повышения безопасности мы говорим, в первую очередь, о мониторинге, о мониторинге транспортных средств и удаленном мониторинге этих транспортных средств. Для того, чтобы мы могли, во-первых, иметь четкую, понятную картину о техническом состоянии транспортного средства, мы могли бы собирать данные, которые позволили бы страховым компаниям анализировать опыт и, собственно, те риски, связанные с вождением транспортного средства, которые объективно позволяли бы эффективно оценивать именно размеры страховых. Вознаграждение страховых выплат. Вот для этой цели, конечно, в первую очередь необходима определенная инфраструктура. Определенная инфраструктура, которая связана с инфраструктурой передачи данных, с инфраструктурой промышленной интернет-вещей и с облачной инфраструктурой. В части инфраструктуры облачной, которая позволяет создавать решения по мониторингу транспортных средств, здесь особых проблем я не вижу, потому что таких решений много на рынке. И мы используем ряд достаточно технологических решений. У нас есть, собственно, инфраструктура облачная, которой тоже на рынке полно, и это несложно. Что же касается инфраструктуры сбора данных, передачи данных, что для нашей страны эта задача будет ключевой, она и сейчас является ключевой. Вы, коллеги, не поверите, но у нас, вот я недавно вернулся просто с Байкала, там у людей нет банального электричества, у них нет банальных дорог, там грунтовые дороги. И говорить там о внедрении беспилотного транспорта, о безопасном внедрении беспилотного транспорта, пока нет электричества, дорог, нет, собственно, сотовой связи. Причем сотовой связи в рамках там сейчас новых протоколов 5G, которые обеспечивают корректную и гарантированную доставку сообщений в отличие от сетей текущего поколения. Без этого мы не сдвинемся с места с точки зрения создания безопасности. Спасибо, Андрей. Андрей Шуравин вернул нас в российскую реальность. Я видел, что у Сергея Назаренко есть краткий комментарий к тому, что говорил Андрей. Очень кратко, Сергей. Так, коротко, значит, по поводу куда девать водителей, которые потеряют работу. Их никуда девать не надо. На самом деле дефицит водителей и профессионалов на рынке уже много лет присутствует в дальнобойщиках. То есть транспортные компании крупные, типа деловых линий, ПЭК и других брендов, они давно говорят, что нам водителей дальнобойщиков не хватает. Поэтому на самом деле здесь проблемы не будет в этом вопросе. Спасибо. Спасибо, Сергей. От хайповой темы беспилотников нам хочется подняться на следующий уровень, поговорить о создании цифровой транспортной инфраструктуры. И мы обратимся к настоящим экспертам, разработчикам решений именно такого высокого полета. Мой первый собеседник Борис Паньков, генеральный директор ОМНИКОМ. Борис, мой первый вопрос об особенностях как раз цифровой трансформации транспортных компаний. По времени мы, как всегда, ограничены, поэтому такой краткий мастер-класс от вас по созданию именно таких серьезных больших цифровых инфраструктур. И от меня лично такой вдовесок еще вопрос, когда компании планируют, разрабатывают такие большие цифровые инфраструктуры, всегда ли они знают, чего хотят, куда хотят прийти, всегда ли понятны результаты. И в вашей компании, поскольку опыт серьезный, всегда ли вы знали ответы заранее или они менялись в процессе. Борис Паньков, ОМНИКОМ. Вам слово. Добрый день, коллеги. Спасибо большое за приглашение. Мы, в отличие от многих, мы к практике. И мы уже оснастили больше миллиона транспортных средств в 113 странах мира, поэтому мы точно знаем, о чем говорим и знаем, как это все происходит. Все борются за эффективность. Я говорю про коммерческий транспорт. Если мы говорим про транспорт собственный, личный. Мне, например, лично нравится управлять своей машиной, я получаю от этого удовольствие. Но когда мы говорим про коммерческий транспорт, то очень важно сделать так, чтобы перевозки были бы дешевле, эффективнее и безопаснее. И перевозки – это командная работа. Как ни странно, мы сейчас очень много говорили про технологии, про машины, про инфраструктуру связи, но прежде всего это люди. Вы не можете управлять машиной, вы можете управлять людьми. Вы можете собирать метрики только с людей. И, соответственно, основная проблема увеличения достижения эффективности – это работа с людьми. Потому что люди несовершенные. Все большее количество данных, все больше информации, больше решений надо принимать. Люди здесь начинают проваливаться. И очень интересно, что этому помогают цифровые инструменты. Цифровые инструменты – это фактически некий робот, который за вас агрегирует все эти цифровые данные и дает людям уже подсказки. И тогда получается, что робот управляет человеком, чтобы он общался бы с другими людьми. Потому что люди не любят общаться с роботами, это им как-то так не очень нравится. А люди с людьми общаются с удовольствием. Но люди не могут работать с большими данными, это за них делают роботы. И вот появляются такие инструменты, которые делают симбиоз между роботами и людьми, кратно поднимая эффективность работы транспортной компании. После того, как вы начинаете работать, вам очень важно собирать информацию о том, как люди работали. Как работали контрагенты, как работали машины. И у вас возникают так называемые большие данные. Как казино обыгрывает нас. У него есть 1,32 вероятность того, что оно вас обыграет. И с течением времени, в короткое вы можете выиграть, а в длинное точно проиграете. С течением времени оно вас потихоньку отыгрывает. Такая же история и с большими данными. Вы находите тренды, вы их используете, вы становитесь более успешными, чем другие. И вы делаете категории, вы начинаете их миксовать, вы понимаете, где лежит область вашей эффективности, для того, чтобы достичь максимальной прибыльности, максимальное удобство для ваших контрагентов. В качестве такого примера я хочу сказать, что у нас одна из компаний, с которой мы работали, она ездила примерно 18 тысяч километров в месяц. Это дальнобой, о котором как раз говорит господин Назаренко. И эти ребята считали, что они очень крутые. После того, как мы сняли большие данные, мы сняли метрики с работы этой компании, мы подобрали маршруты контрагентов и водителей таким образом, что средний пробег стал 33 тысячи километров в месяц. И это, по словам заказчика, в 17 раз увеличило прибыль этой машины. Так что вот такие, собственно говоря, результаты могут быть получены с помощью цифровых технологий. Спасибо, Борис. И спасибо за то, что вы были лаконичны. Очень надеюсь, что у вас появятся и комментарии по выступлениям других спикеров. И я хотел бы дать слово Ивану Подколзину. Он представляет компанию DASO Systems. Это, мы знаем, мировой лидер в разработке цифровых продуктов. Те, кто не знает DASO, а таких, возможно, среди наших зрителей один-два человека. Ну, эти ребята умеют делать виртуальные изображения всего, что есть в мире. И флагманский бренд Simulia – это продукты технологий, которые переносят процессы, технологические бизнес-процессы в виртуальный мир. Иван, что касается именно транспортной инфраструктуры, взаимодействия большого количества транспортных средств, гаджетов, грузов. Какие здесь есть решения, продукты, которые вы предлагаете на международном рынке. И насколько все это реализуется или реализуемо в России. Россия в этом смысле, российские компании. Это ваш уже приоритет или пока нет? Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители этого мероприятия. Да, те, кто не знает DASO System, те наверняка знают, действительно знают КАМАЗ. Нам очень приятно, что мы принимаем активное участие в тех разработках, в прошлых разработках, которые у КАМАЗ, например, будут идти, расчет для арктических регионов и работа постоянно над улучшением техники. Это не только инфраструктура, DASO System выросла именно из разработки транспортных средств. И каким бы путем не пошло развитие отрасли, либо это будут автономные автомобили, и да, там возникает задача передачи данных и, соответственно, построение инфраструктуры, в которой мы принимаем участие с нашими решениями по электромагнетизму. Например, это и панельные антенны, это и на принимающей стороне электроника автомобили. Или мы идем в направление дальнейшего развития традиционных транспортных средств. Опять же, здесь встает вопрос о энергоэффективности, естественно, и удобности. С другой стороны, вот мои предыдущие предшественники говорили, плавно перешли технологии к людям. Я хочу сказать, что я вижу это в своей работе, в том, что, конечно же, техника, неважно какая программа, решает всегда инженер, человек и человеческий капитал. То есть, неважно, как мы насытим, по теории роста Роберта Сова, неважно, как мы насытим страну капиталом, нам нужны люди, которые смогут воспользоваться этим капиталом технологическим и так далее. С другой стороны, эти люди должны быть здоровы. И также вопрос о снижении, об экологии, например, если мы движемся в сторону энергоэффективных автомобилей, снижение выхлопов, разгрузки наших метрополий. Москва – это очень яркий пример этому. То есть, здесь нам есть что предложить. Это и электромобильность, расчеты батарей, и также дальнейшее развитие транспортных, традиционных транспортных средств. А если мы говорим о человеческом капитале, то здесь Досу-Систем тоже активно рассотрудничает. И, как мне кажется, что, это мое мнение и вообще мнение компании Досу-Систем, поскольку мы ставим человека, скажем так, в центр, в том, что действительно, если мы снимем водителя КАМАЗа, заменим его автономным транспортным средством или автономным программным обеспечением, то он не сможет пересесть за компьютером и начать разрабатывать новые изделия. Поэтому эта работа долгосрочная, это подготовка кадров, это работа с университетами, мы такую работу ведем и продвигаем именно концепцию цифрового двойника, платформных решений, когда мы рассматриваем процессы и продукты с разных сторон, используя разные физические аспекты, связанные воедино, ведь природа, она не знает разделения. То есть, в природе все взаимосвязано, и мы работаем активно с Санкт-Петербургским горным университетом, Кузбасским государственным техническим университетом и открыто для сотрудничества с другими вузами. И поэтому я думаю, что когда... То есть, я вижу, как инженеры, имеющие опыт работы с американскими компаниями, инженерами, с немецкими компаниями, большая часть моего производственного пути была связана с немецкими автопроизводителями, я вижу, что в качественном аспекте российские инженеры ничем не отличаются. Нам нужно просто больше таких инженеров и создать большую прослойку технологическую, которая могла бы создавать инновативные решения. Поэтому повестка 27-30 или больше, да, то есть это какое-то долгосрочное развитие. И я скажу, как личный опыт, как выходец из Сибири, из края, которые непосредственно связаны с горнодобывающей промышленностью, мне очень близки доводы моих коллег о том, что автономное движение должно появиться, сначала появится на каких-то либо вредных, либо опасных производствах, либо в жестких климатических условиях. Потому что никто бы не хотел из нас оказаться в транспорт-средствии, когда идет обвал, сход борта, например, карьера. Спасибо. Спасибо, Иван. А вот такой вопрос хотел задать вам и такой же вопрос Борису Панькову, поскольку вы представляете сегодня компанию-разработчики. Часть тем вещей, которые вы сегодня обсуждали, это такие немножко футурологические вещи. И как часто вам приходится вашим клиентам растолковывать значение и смысл ваших продуктов? Как часто бывает, когда вы обсуждаете какие-то свои продукты, решения, а клиент не очень понимает, зачем ему это нужно? И вам приходится тратить какие-то дополнительные усилия, чтобы ему растолковывать, что, возможно, ты не понимаешь, зачем тебе это, но ты обязательно это должен купить. Иван, вас прошу ответить первым. Борис Паньков после этого. Иван? Я думаю, что сравнивая, например, если мы говорим об инженерах, то здесь вряд ли приходится очень большое развитие между Западом и Россией. Может быть, на Западе в качественном плане инженеры глубже погружены. И здесь мы говорим о качественном росте инженеров. То есть здесь вопрос не стоит, для чего нужны расчеты. В России, с моей точки зрения, высокая степень ожиданий уже готовых решений, каких-то технологических, что называется, под ключ. Когда на Западе люди очень сильно, каждой компании очень сильно скрывают свои технологические цепочки, то, как они принимают решения, последовательность, потому что это и есть их ноу-хау. То в России ожидается, что придешь и... И с другой стороны, мне нравится подобный подход. В России, то есть у меня есть ощущение, что наша компания может очень много привнести на этот рынок. Поскольку мы несем другую инженерную культуру или поддерживаем эту культуру, не только, скажем так, нужно не только видеть путь, но и иметь еще силы пройти этот путь, что мы и делаем с нашими клиентами. Объяснять действительно, например, на уровне руководства, я думаю, что эта проблема встречается чаще. Объяснять, для чего нужны. Во-первых, что такое виртуальные расчеты. Вы знаете, что на Западе применяют слово симуляция, в России слово симуляция... Совсем про другое. Не очень, да, не очень, совсем про другое. Скорее используется выражение виртуальное моделирование. Так что здесь действительно приходится затратить. И, возможно, это не получается с первого раза. То есть если начать рассказывать, что мы решаем систему сложных дифференциальных уравнений, то здесь можно видеть, скажем так, непонимание или страх с другой стороны. Но постепенно, конечно, приходит понимание, для чего это нужно. Спасибо, спасибо, Иван. Борис, я в восторге от вашего лаконичного стиля изложения. Поделитесь с нами лайфхаками по работе с клиентами. Как часто вам приходится дорасшифровывать пользу, эффективность ваших продуктов вашим клиентам? Борис Паньков, Омников. Вы знаете, мы достаточно утилитарные. Мы считаем, что все компании, мы работаем с частными компаниями, у них первыми строчками в их уставе написано, целью компании является извлечение прибыли. И, соответственно, мы им начинаем рассказывать, где они теряют деньги. Мы можем проанализировать деятельность компании, и мы понимаем, в каких местах у них возникают какие-то пробелы. Потому что, вы знаете, транспортная отрасль современная, она очень мутная. Машина уехала из гаража, и дальше вообще непонятно, что с ней происходит. Понятно, что можно там ставить какие-то системы слежения и прочее, но вот сейчас вот эта обилие данных, давайте данные дадим от каждого болтика, какие напряжения у нас вытывает, они с точки зрения управления не дают никакого толку практически. Нужны фактически выводы из этих данных, и что с этим делать. И вот эти выводы, они финансовые. И мы говорим владельцу, смотри, вот ты здесь теряешь столько-то, а здесь теряешь столько-то. Я могу сказать, что людей просто шокирует размер их потерь. И они, конечно же, они говорят, не может быть. Но ты им начинаешь рассказывать просто на уровне 2G2. Смотри, вот машина здесь вот простояла, за сутки машина зарабатывает столько-то. Соответственно, сейчас простое, у тебя унесло такое-то количество денег. Вот, у тебя там логист сделал так называемый эфритерский запас, а пусть машина пораньше приедет. Она там простояла полдня, на этом ты потерял деньги. У тебя дольше машина обслуживалась, на этом ты потерял деньги. И когда он понимает весь этот масштаб потерь и, соответственно, возможность заработать, там больше вопросов не возникает. Он говорит, ставь и давай перестраиваться. Следующий вопрос, который возникает, а как мне перестроиться? Знаете, есть такое замечательное выражение, что только ребенок в мокрых пеленках любит перемены. И никто, естественно, не хочет меняться, потому что в мутной воде очень часто водится жирная рыба. И потом, а что мне сделать? Что, всех уволить? Там, не знаю, водители сейчас разбегутся. Да у меня предприятие встанет. И вот есть очень интересная технология, как перейти из точки сегодня в точку завтра, не поломав ничего, не поломав денежный поток. Как перейти, используя маленькие быстрые победы, где каждый день вы делаете какие-то инновации небольшие, которые приносят зримо ощутимый результат. Там начинается работа с людьми. Всех токсичных куда-то там убирают. Наоборот, таких ранних последователей, наоборот, поднимают и демонстрируют их коллективу. Есть определенные технологии, так называемого change management. Когда вы из такой архаичной компании, где все работали в блокнотиках и в Excel, вы становитесь высокоавтоматизированной, суперэффективной компанией. И все, как правило, начинается с того, что мы встречаемся с собственником и говорим, а что тебе нужно? Потому что цели у собственника могут быть разные. Есть цель выдавиться и продаться. Есть цель максимизировать денежный поток на существующем парке. Есть цель, наоборот, агрессивного роста, захват рынков за счет своей эффективности. И вот от этого начинает базироваться то, как перестраиваются компании, какие инструменты создаются под них, как происходит внедрение и как достигается этот результат. Например, вот так, в двух словах. Спасибо, Борис. С нами сегодня Денис Рудаков. Он представляет международную транспортную логистическую компанию DPD. Денис, не знаю, сколько лет вы в бизнесе. Ну, раз вы возглавляете IT-департамент в крупной компании, я думаю, что достаточно давно. Но что касается разработок, я намеренно хотел, чтобы вы выступили после того, как выступили компании, которые разрабатывают решения. Вот за последние пять лет, что изменилось радикально с точки зрения разработок и что вы прогнозируете дальше? Нам интересно, какие элементы бизнес-процессов сегодня в вашей работе уже максимально цифровизированы, а где, на ваш взгляд, есть потенциально те самые большие ниши, куда российским и иностранным разработчикам неплохо бы прийти и обратить на это внимание. Денис Рудаков. Да, спасибо, коллеги. Но если говорить об изменениях, они, наверное, касаются даже не только и не столько логистики. Служб доставки. Я раньше работал в ритейле, работал в каршеринге, сейчас в логистике. То есть я, в принципе, достаточно давно в айтишной истории. И проблема-то есть у общего характера, у крупных компаний. Есть тренды общие. Я могу вкратце постараюсь максимально рассказать о тех трендах, которые есть сейчас в логистике, в частности, в работах службы доставки. Ну, понятно, что пандемия, да, карантинная история, она подстегнула рост доставки в мире вообще. И сейчас это, когда вся эта карантинная тема более-менее стихает, все мы надеемся, все-таки модель потребления, она остается и, наверное, она будет усиливаться. Вот такое потребительское поведение, когда люди будут заказывать вообще все. То есть и фреш-еду, и лекарства и так далее. Это такой общий тренд. То есть и у службы доставки, с одной стороны, появляется масса челленджей, потребностей улучшать, скажем так, свои сервисы. Ну, в частности, то есть в первую очередь это, конечно, улучшение клиентского опыта, улучшение опыта получателей. Это всевозможные цифровые продукты, это мобильные приложения, это личные кабинеты сайтов для клиентов. Это система уведомлений, ну, то есть коммуникации с клиентами, с клиентами, с получателями. Это всеразличные роботизации, да, вот коммуникационных процессов, чат-боты, там, голосовые роботы и все такое прочее. То есть вообще, по сути, сейчас логистика, это, ну, на мой взгляд, одна из самых таких, то есть потребность в цифровизации наиболее ярко выражена в этой отрасли. То есть по сравнению со многими другими. И есть, конечно, и у нас, и у наших конкурентов определенные успехи, там, серьезные успехи на этом пути, но достаточно много еще предстоит сделать. Вот. Есть даже, например, такой тренд сейчас, как M2C, то есть это доставка непосредственно от производителей до получателей. Вот. Что крайне интересно сейчас производственным компаниям. Вот. Они уже начинают обзаводиться своими электронными площадками. По сути, своим электронным коммерсом. Вот. И у логистики, соответственно, появляется какая-то новая ниша, большая рыночная ниша для того, чтобы удовлетворить потребности этих компаний до доставки. Ну, вот как бы вот эта масса потребностей в цифровизации, она требует, я просто долго думал, о чем рассказать, как бы такого фундамента технологического для реализации всей этой истории. Ну, то есть сейчас вообще спрос на быструю разработку, да, вот говорилось о чендж-менеджменте путем там каких-то быстрых винов, быстрых побед. Ранее очень многие корпорации, они с чем сталкивались? С тем, что большие информационные системы, которые у них работали, они такие вот монолитные, можно сказать. То есть, да, там, как бы все в одном. Вот. Или там огромная часть бизнеса автоматизирована в рамках какой-то одной системы. То есть, когда эта система была молодая, вот она только развивалась, все было круто, то есть, как бы из коробки многие функции работали, все отлично. Вот. Со временем она начинает обрастать там какими-то подробностями, деталями, вот проходит много лет, и вот вам уже ее очень тяжело развивать. А у вас куча вызовов рыночных, вам надо гибко на них реагировать, и вы не знаете, что с этим делать. Вот. Ну вот решением является как раз переход к методологии разделения этих монолитов на так называемые сервисы. Вот. Внедрение соответствующего технологического инструментария, изменение психологии разработчиков, программного обеспечения внутри компаний. И переход вот как раз к философии такого быстрого удовлетворения спроса, да, на те или иные цифровые продукты. Вот. Мы, в частности, на этом пути находимся, там уже достаточно серьезно продвинулись, и, в принципе, бизнес этому очень рад. Вот. Я думаю, это такой вот общий тоже тренд, наверное, если говорить про технологию и про подходы, да, к ее разработке и внедрению, который станет таким вот полагающим в ближайшее время, потому что все больше и больше коллег на рынке, ну, понимают необходимости вот такого рода изменений. Ну, собственно, наверное, вот. Конечно, большая история с данными, безусловно. Я, да, я слышал выражение данные новая нефть, ну, опять же, ну, окей, пусть нефть, но надо уметь ей воспользоваться. То есть самую нефтью ты машину не заправишь. У вас умеют воспользоваться данными, Денис? Ну, мы определенные сорта бензина уже гоним, да, из этой нефти. Ну, раз уж затронули, расскажите, как это у вас работает? Потому что я как раз сталкиваюсь с тем, что пока что по поводу данных новой нефти это скорее маркетинговые приемы и красивые форматы для выступления на конференциях. Как это работает? На самом деле, вот как правильно говорили коллеги про беспилотники, то есть все начинается с задачи, да, с формулировки цели, с потребности, что мы хотим вообще. То есть если мы хотим, допустим, снизить косты, да, сейчас высокая конкуренция, в том числе и на рынке логистики, несмотря на большой спрос, то есть службы доставки, например, стараются снизить затраты на каждом из плеч, да, там, логистического процесса. Вот, на первые мили, на последние, там, на средние и так далее. То есть встает потребность, ну, чтобы что-то снизить, да, чтобы чем-то управлять, надо это уметь измерять. Соответственно, вы должны уметь, вы должны иметь у себя, во-первых, такую систему, которая создает вам метрики для каждого вашего, шага ваших технологических процессов, да, ваших бизнес-процессов. Вы должны эти метрики как-то уметь складывать в хранилище данных, вот, и дальше с ним работать. То есть смотреть, ну, дальше уже строить сквозную аналитику, где у вас больше, где у вас меньше, в каком регионе, какое подразделение, с каким контрагентом и так далее. То есть это такая очень востребованная тема, сквозная аналитика затрат сейчас. Конечно, безусловно, мы используем сейчас наши накопленные данные для формирования оптимальных маршрутов курьеров на последний миль, например. Формирование распределения посылок по этим курьерам. Опять же, это все про косты, но с другой стороны здесь и про качество. То есть это по доставку точных срок, в заданный интервал, с какой-то кучей наших тарифных опций, которые мы предоставляем на рынок, там, терморежим, там, что-то еще и так далее. Короче, работают большие данные в DPD. Да, это действительно работает. Спасибо, Денис. Коллеги, остается совсем немного времени, а мне хотелось бы услышать ваше мнение о проблеме, которую обозначил Андрей Шуравин в своем выступлении. Если считать, что, конечно, одна из больших глобальных целей в нашей стране – это создание единой цифровой эффективной транспортной инфраструктуры, то вот, скажем так, те, мягко говоря, экономические различия между регионами, с одной стороны, наша Москва, с другой стороны, некоторые регионы России, где, мы знаем, везде есть теплые туалеты, насколько это станет такой серьезной непреодолимой преградой, вот это вот различие между регионами. Или же это различие, эту проблему можно решить созданием нескольких высокоэффективных инфраструктур, которые как-то будут между собой взаимодействовать, обходя те самые черные дыры, которых, к сожалению, не так мало в нашей стране. То есть давайте немножко в конце побудем такими большими стратегами, как будто мы все-таки решаем за правительство. Андрей Ионин хотел вам первым предоставить слово. Что делать, сработает ли эти экономические различия как мина замедленного действия, которая в итоге помешает нам построить национальную высокоэффективную цифровую транспортную инфраструктуру? Или мы просто объедем эти ямы на дорогах? Андрей Ионин, вам слово, микрофон. Андрей, микрофон. Слышно? Да. Смотрите, я скажу парадоксальную вещь. На самом деле, вот то, что вы говорите, это не недостаток, а преимущество. Я, например, считаю, что вот то, чем занимается КАМАЗ, МИС и Газпромнефтью, это и есть российский рынок беспилотного транспорта. То есть наш рынок – это не массовые беспилотные автомобили на дорогах мегаполиса. Наш рынок – это беспилотный транспорт, который движется вообще без дорог. Это и есть наш рынок, потому что, вы правильно сказали, большая часть нашей территории находится именно в таких условиях. И на самом деле, парадокс, ну именно там транспортные услуги, потому что там мало людей, поэтому беспилотные транспортные услуги, безлюдные, да, они там наиболее востребованы раз. А во-вторых, возвращаясь к моей главной мысли, что главным препятствием в развитии цифровой экономики является ответственность, то вот там, где как раз риски наименьшие, там, где транспортных потоков нет, где людей нет, где ответственность прозрачна, да, то вот там-то как раз и надо и проще это внедрять. Поэтому, завершая свою мысль, я скажу, внедрение беспилотного транспорта во всем мире начнется именно с Крайнего Севера, а не с Москвы и Нью-Йорка. Все, спасибо. Спасибо, Андрей. Борис Паньков, масштабы нашей страны и неравномерное развитие регионов для создания цифровой инфраструктуры, это все-таки препятствие или челлендж? Ну, мне кажется, это, конечно, челлендж. Ну, мы сейчас тоже живем в разных условиях, да, вот, как говорил Андрей Шуравин, что в некоторых местах нет дорог, там вообще просто в принципе, да, там люди живут без электричества. 20% нашего населения живет без туалетов, я уже извиняюсь. Вот, и как-то мы в этом выживаем. То есть понятно, что где-то будут технологии более продвинутые, мы будем использовать более такие, лучшие возможности, где-то меньше. Наше государство старается развивать инфраструктуру, потому что надо понимать, что стоимость транспортировки до каких-то регионов, оно удешевляется с ростом качества инфраструктуры. Поэтому мы видим, как вокруг Москвы, там, по крайней мере, улучшаются дороги, строятся развязки, да не только вокруг Москвы, в крупных городах. Оно понимает важность. Где-то, соответственно, ну, до чего-то это дотянется позже, до чего-то раньше. Где-то мы будем использовать старые технологии. Я действительно согласен, что беспилотники и электрические машины, они придут еще не скоро, да, потому что, опять-таки, из-за инфраструктуры, из-за привычки, там тоже есть масса своих нюансов. Жизнь будет идти своим чередом, будем развиваться. Что-то быстрее, что-то медленнее. Для новых мест это будет челлендж. Для старых это будет просто, ну, освоение новых технологий, как это мы делаем постоянно. Спасибо, Борис. Андрей Шуравин, поскольку мы вашу мысль разминаем, развиваем, может быть, вы хотите что-то добавить? У нас совсем мало времени, буквально несколько слов. Это челлендж или это ямы, которые нужно объехать? Да я боюсь, что объехать не получится, действительно. Это больше челлендж. Другое дело, что начинать нужно, конечно, не с беспилотного транспорта, как я уже сказал, а именно с развития подобных регионов. А беспилотный транспорт, ну, он может быть драйвером в этом отношении. Но, опять же, это потребует большой поддержки государства. И я думаю, что здесь больше будет иметь значение именно развитие региона в целом, а не с точки зрения внедрения там беспилотных транспортных систем. Спасибо, Андрей. Коллеги, мы подходим к концу. Может быть, у Сергея, Сергея, есть какие-то мысли на эту тему? Нет? Я от всей души благодарю всех уважаемых спикеров за то, что вы поделились своим мнением, своей экспертизой с нашими слушателями. Спасибо вам огромное. Надеюсь, что это наша не последняя встреча. Мы будем рады видеть вас в наших дальнейших программах. Ведь каждую среду у нас на Инопром Онлайн промышленная среда. Мы стараемся обсуждать те темы, которые действительно актуальны для бизнеса, которые интересны вам. Спасибо, что нас смотрите. Ждем вас ровно через неделю. Спасибо за внимание. Продолжение следует...